Привет, друзья! В сегодняшнем видео хочу рассказать вам о таком замечательном видеоредакторе бесплатном, который называется VN. Он доступен как для андроида, так и для iOS. И у меня он уже скачан, у меня андроид. Мне остается только его открыть. Нас встречает первая страничка. Здесь видны проекты, которые я недавно создавала. Чтобы удалить проект, можно просто нажать на три точечки удалить, чтобы они нам не мешали. Во вкладочке студия это видео, которое я уже закончила, их можно тоже удалить. И для того, чтобы начать новый проект, мы просто нажимаем плюсик и здесь выбираем новый проект. Нас перемещает в галерею нашего телефона. Можно загрузить как фото, так и видео. Кроме того, здесь все разбито по папкам. Я могу выбрать папочку, куда я недавно скачивала видео специально для этого урока. Выбираю видео, которое я хочу обработать и нажимаю на стрелочку и мы попадаем в наш видеоредактор. На первый взгляд все кажется сложным, но на самом деле, если разобраться, то видеоредактор очень классный. Он мне даже начинает нравиться больше, чем иншот. Ну давайте все по порядку. Итак, у нас внизу есть панелька инструментов, которую мы сейчас разберем. Далее мы видим четыре дорожки. На самую первую у нас загрузились наши видеофайлы. По умолчанию программа в конце добавляет такой пустой видеофайл черненький. Здесь можно добавить режиссера, название фильма. Но если нам это не нужно, то просто удалить. Чтобы удалить, нажимаем на этот черный квадратик и нажимаем удалить. Остались только наши файлы видео загруженные. Далее, что мы можем тут с этими файлами делать? Вот у нас первый видеофайл. Заходим во вкладочку фильтр. Здесь нас встречает огромное-огромное количество разнообразных фильтров. Но давайте выберем фильтр. Здесь после того, как мы выбрали фильтр, можно регулировать его интенсивность ползунком. Но это еще не все. Вверху есть две вкладки фильтр и настройки. Заходим в и здесь можем подрегулировать вручную. Вот контраст, насыщенность цветов, экспозит, яркость, виньетка, теплота и резкость. И после того, как мы все настроили, можем либо применить только к этому кадру одна галочка, либо двойная галочка применит сразу ко всем нашим загруженным файлам. Но я пока применю только для этого. Следующая вкладка скорость. Заходим. И здесь у нас тоже есть два варианта для скорости. Я зайду в стандартные. И здесь мы видим, что мы можем замедлить наше видео. Замедлить можно аж до восьми раз. Замедлить восемь раз. Либо наоборот ускорить. Тоже можно до восьми раз. Единственное, только программа предупреждает, что если вы сильно ускоряете видео, то это займет время. Обработка этого видео займет какое-то время. Ну давайте ускорим в два раза, например, это видео. Вот так вот. Теперь оно у нас ускоренное. А для того, чтобы показать вкладку с кривыми, у меня есть другое видео. Эти кривые хорошо применять для видео, на котором есть движение. Вот, например, серфингист. Заходим во вкладку. Ага, сейчас мы выключим, выключим сначала ему звук. Вот наше видео. Чтобы нам не мешал его звук, мы заходим в объем и до нуля понижаем. И после того, как мы выключили звук на конкретном видео, можно наложить музыку, потом будет на весь видеоролик. И применить. Заходим в скорость. Мы хотели скорость посмотреть. Здесь есть кривые. Как их применять? Здесь есть уже готовые пресеты. Вот такие, например, кривые. Возьмем первый и смотрим, что происходит. Сначала видео ускоряется. Кривая идет вверх. Потом она постепенно замедляется. И вот таким образом мы можем эти кривые регулировать. Например, уменьшить немножко ускорение, а замедление наоборот. Вот в этом месте, где он падает, чтобы было максимально медленно. И дальше видео продолжается. Есть другие пресеты. Можно выбирать просто и смотреть. Либо же, как в самом начале была прямая, можем сами регулировать, как нам нужно. Такой интересный эффект со скоростью мы можем делать. Вкладочка обрезать. Здесь мы можем наше видео укорачивать, как нам нужно. Либо вот интересная функция. Например, нам из всего видео нужно вырезать только две с половиной секунды. Мы можем наше видео двигать и из самого видео вырезать только две с половиной секунды. Ну вот так у нас получилось. Потом начнется другое видео. Еще у нас есть вкладка разделить, которая помогает нам работать с длиной видео. Например, вот у нас есть длинный фрагмент. Мы можем его просматривать. Там, где мы хотим его обрезать, остановить и нажать на ножнички. Теперь ненужную часть просто удаляем. И таким образом мы укоротили этот фрагмент. Если нам к нашему видеоролику нужно добавить еще файлы, видео или фото, мы нажимаем плюсик в самом начале. Снова переходим в нашу галерею. Выбираем какой-нибудь файл фото или видео. И вот он добавился в самое начало. Чтобы смасштабировать нашу шкалу, мы можем пальцами сдвигать. Вот мы все подвинули, чтобы нам все было видно. И хотим этот файл переместить в другое место. Мы нажимаем и удерживаем. И теперь перетаскиваем, меняем местами с другими файлами. Я его сейчас удалю, потому что это был просто как пример. Следующий инструмент FX. Вот такой звездочка. Давайте зайдем в него. Он добавляет нам разные динамические элементы на наше видео или фото. Давайте что-нибудь добавим и посмотрим, как это работает. Добавляет нам движение к нашим кадрам. Следующий инструмент объем мы уже рассмотрели. Он позволяет убрать полностью звук нашего видео. Если бы у нас была добавлена музыка, мы могли бы еще регулировать громкость нашей музыки. Следующий инструмент фон. Здесь на мой взгляд не очень интересно. Просто делает рамку вокруг нашего видео и можно выбрать ее цвет. Следующий инструмент обрезка. Очень важный. Здесь можно выбрать формат нашего видео. Какого оно будет размера. И здесь уже нам подсказки есть для ютуба, для инстаграма, для тик тока и еще разные соотношения сторон. У нас горизонтальный формат 16 на 9. Его можно и выбрать. Следующий инструмент зеркало. позволяет нам делать зеркальное отражение по горизонтали или по вертикали. И следующий инструмент заморозка очень интересный. Давайте вот посмотрим наш серфингист. Я хочу его остановить в момент, когда он падает. Вот, например, и сделаем здесь заморозку. И что происходит? Программа вырезает кадр, делает его статичным, то есть из видео вырезает фото. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Вот идет видео, потом заморозка, кадр статичный и далее продолжается наше видео. Есть еще одна интересная функция, которая позволяет нам видео запустить в обратном направлении. например, вот у нас есть серфингист. Давайте сделаем копию этого видео. Я хочу его еще ускорить. Зайдем в стандартную скорость, ускорим в два раза и применим к нему этот эффект обратно. И посмотрим, что происходит. В серфингист упал. Потом он как будто бы наоборот поднимается и становится на серфинг. Вот такой интересный эффект. Следующая полезная вкладка на нашей панели инструментов это зум. Давайте зайдем и посмотрим, как он работает. Например, видео приближается постепенно. Можно его наоборот отдалять. Появление вправо, влево, вверх, вниз. Тоже такие функции, которые позволяют разнообразить наше видео. И особенно это будет полезно для фотографий, чтобы они не были статичными. И последняя функция forward. Ну вот давайте возьмем наше серфингиста и сделаем forward. И мы видим, что поменялись слои. Это видео стало над другим видео. Видео на видео получилось. Здесь мы можем его уменьшать, как-то двигать. Такая интересная еще функция. И конечно же наше приложение позволяет нам добавлять переходы между нашими кадрами. Для этого нажимаем на плюсик между двумя соседними фрагментами и попадаем в библиотеку переходов. И самих переходов здесь очень много. Вот, например, плавное затухание, вот такое исчезновение. И все эти переходы, все это программа нам предоставляет бесплатно. А что такое мате? И еще вот такие интересные переходы. Ну, в общем, как видите, программа мне лично очень нравится. С таким богатым выбором возможностей. Вот, если нам переход нравится, нажимаем галочку. И так, после каждого фрагмента можем добавить следующий переход. И вначале мы можем, например, плавное появление и в конце плавное затухание. Вот таким образом. Давайте посмотрим, как мы можем работать с тремя верхними дорожками. Первая вкладка нам позволяет добавлять фото или видео из нашей галереи либо стикеры. Ну, в стикерах здесь есть, сама программа нам предлагает только новогодние стикеры. А в моих стикерах, чтобы здесь что-то появилось, их надо сюда загрузить при помощи плюсика. Вот, переходим в свои файлы. Это могут быть просто фотографии, либо подготовленные ПНГ картинки. Кстати, у меня здесь есть картинка GIF. Если я ее добавлю, что получится. Да, она добавилась. И, допустим, мы выберем эту картинку, как она будет работать. Вот, видите, эта GIF у меня была скачана предварительно из интернета. Можно вот таким образом добавлять, можно удалить. И добавить, например, из своей галереи тоже какое-нибудь видео или фото. Я хочу показать интересный пример. Я, например, добавила свою картинку обработанную. Можно ее уменьшить, например, поставить в угол и смотрим, что еще с ней можем сделать. Есть такая интересная функция маска. И здесь можно выбрать... Тут разные функции. Я выберу кружочек. Например, без маски мы возьмем нашу картинку, чуть-чуть увеличим, потом наложим на нее маску, увеличим стрелочками эту маску, поставим по центру. И у нас получилась такая маска, которую мы можем тоже увеличивать, уменьшать, поставить куда-нибудь в уголок видео. Например, если вам нужно делать какой-нибудь логотип на видео. Вот такой пример. Еще есть здесь возможность делать знаки. Например, я поставлю в начале знак нашей картинки и потом в конце знак. И я, например, хочу, чтобы... перейдем в первый знак. Хочу, чтобы эта картинка, например, двигалась. В начале она будет здесь, а в конце она будет здесь. Такие можно делать фокусы. Проигрываем наше видео. Видим, что наш этот кружочек постепенно двигается. Можно, конечно, это ускорить. Постепенно двигается в угол, в другой угол. Либо можно сделать... В начале наша маска будет маленькой, а в конце мы ее сделаем побольше, побольше и поставим в самый уголочек. И посмотрим, что получилось. Вот наша картинка вырастает и двигается постепенно в угол нашего видео. Ну, это был просто пример. Здесь можно фантазировать. Следующая дорожка позволяет нам добавлять текст. Буквочка Т с плюсиком. Нажимаем на нее. Здесь есть шаблоны разные для текста, как он будет выглядеть. Например, выберем интересный шаблон маска. Наберем сам текст. Чуть-чуть растянем, чтобы он был подлиннее. Вот. И давайте к нему применим тоже знак в начале и знак в конце. И пусть он, допустим, будет увеличиваться. В конце мы его растянем, чтобы он был вот такой большой на всю ширину. И посмотрим, что у нас получилось. Вот. Текст увеличивается. И сквозь него просвечивается видео. Конечно, тут есть еще другие шаблоны. Давайте, например, возьмем вот такой. Вот такой шаблон. Можно здесь играться с этими шаблонами. Кроме того, для текста есть начертание. Выберем русский. Но, к сожалению, здесь вот есть начертание шрифтов, но для кириллицы не все они применимы. Меняется начертание самого шрифта. Также можно выбрать цвет шрифта. И здесь выбрать, либо он будет на подложке, либо просто текст. Вот таким образом еще. Чтобы добавить музыку к нашему видеоролику, заходим в последнюю, самую верхнюю вкладку. Видим, что здесь есть три варианта. Добавление непосредственно музыки, звуковых эффектов и запись голоса. Давайте посмотрим звуковые эффекты. Здесь можно их загрузить разными способами. Либо по ссылке, либо со своего телефона. Опять же таки извлечь аудио из видео. Либо есть тут небольшая библиотека разных звуков, которые мы можем себе добавлять. И чтобы загрузить все-таки мелодию, зайдем во вкладку. Здесь тоже есть какая-то библиотека. Но для этого нужно эти мелодии скачивать к себе на телефон. Если мы нажмем вкладочку скачать, начнется скачивание, но это долго. Я выберу из моей музыки, то есть та, которая уже есть на моем телефоне. Нажимаю выбрать. И есть у нас еще регулировка. Звук можно подрегулировать. Постепенное усиление музыки. Или постепенное исчезновение музыки. Но почему-то, когда я записываю видео, оно мне не дает подрегулировать этот рычажок. Хотя, когда я не записываю видео, у меня все получается. Ну, допустим, добавили мы музыку, ставим галочку. Теперь наше видео уже полностью готово с музыкой. Нам остается только его экспортировать. Во вкладке экспорт тоже есть свои настройки. Можно оставить все по умолчанию. Здесь есть рычажок. Вот. Если мы его выключаем, то можем вручную регулировать. Например, качество видео можно вплоть до 4К. Но имеет смысл его выставлять, если ваше исходное видео тоже в 4К. FPS и скорость. Но в этом нужно разбираться. Я оставляю все по умолчанию. Либо выбрать вкладочку Export Original. И здесь выберите те параметры, которые были в исходном видео. Соглашаемся с этим. И начинается экспорт нашего файла в память телефона. Мне кажется, что это приложение заслуживает большого внимания. Очень много дает нам возможностей для творчества. Если видео вам было полезным, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Будут новые разборы приложений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!